Всем привет, с вами канал Maximobile, сравнение устройств Asus Zenfone Max против Apple iPhone 5s. Поговорим о стоимости этих устройств. Asus стоит 6000 гривен, новое устройство с коробкой с гарантией из магазина. iPhone 5s мы можем приобрести примерно за 8, ну там в диапазоне от 7 до 8 тысяч гривен. Это восстановленное устройство, в общем видим по цене немножко привлекательный Asus Zenfone. Но примерно на 1000 они отличаются, в принципе не так уж и много, и есть некий смысл сравнить их. По внешнему виду, Asus Zenfone Max сделан из пластика, задняя крышка у него с прорезинного пластика, вот похоже визуально на кожу. Окантовка у него сделана из обычного пластика, спереди у него 5,5 дюймовый дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления, над дисплеем разговорный динамик, логотип компании, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Также вот здесь снизу такая же пластиковая вставка, элемент дизайна, во всех устройствах Zenfone используется такая. Ну в общем выглядит неплохо и вот прослеживается такой какой-то стиль компании и вот этих вот моделей. iPhone 5s это металлическое устройство, цельнометаллический корпус с двумя стеклянными вставками сверху и снизу. У Asus корпус разборный, мы можем снять заднюю крышку для того, чтобы установить сим-карты и карточку памяти, если она необходима. Спереди у iPhone 4-дюймовый дисплей, одна кнопка для управления, она также служит датчиком отпечатка пальцев, она механическая, над дисплеем разговорный динамик, фронтальная камера и датчики приближения и освещения. По элементам управления у iPhone на левой грани находятся кнопки регулировки громкости, а также ползунок для перехода в беззвучный режим. Справа слот для Nano SIM-карточки, сверху кнопка включения и выключения устройства, снизу джек для наушников, микрофон, лайтинг, коннектор для подключения к компьютеру и зарядке и основной динамик. Ну и на заднике у него вот камера, двойная LED-спышка и дополнительный микрофон. У Asus Zenfone спереди, как я уже говорил, 5,5 дюймовый дисплей, слева нет ничего, справа кнопка включения, а также кнопки регулировки громкости, сверху джек для наушников, снизу порт для микро-USB зарядки. Задняя крышка у него съемная, но там под ней находится несъемная батарея на 5000 мАч, два слота для микро-SIM-карточек и один слот для микро-SD-карточек. Я просто не хочу снимать крышку, это достаточно долго, она тут плотно сидит. Ну давайте снимем, а на видео я в принципе это пропущу и вы уже увидите. Хотя, откроем и так. Вот нужно по контуру аккуратно обводить ногтем или может каким-то предметом, и тогда она снимается. Но если рвать ее, да, вот как привыкли на большинстве устройств, то она с очень большими усилиями и можно ее повредить. Вот как я говорил, два слота для микро-SIM-карточек и слот для SD-карточки для памяти. Аккумулятор несъемный, он на 5000 мАч. Очень емкий, поэтому собственно, называется Max, максимальная автономность, что возможно значит. Закрываем крышку. Вот, на заднике там уже находится основная камера, LED-вспышка также двойная, лазерный автофокус и дополнительный микрофон шумоподавления. Снизу прорезь для динамика, ну и о остальных элементах мы уже поговорили. Габариты, высоту видим, конечно же, что отличаются устройства, причем так достаточно значительно. Высота iPhone 123 мм, чуть больше 12 см. Asus 156 мм, то есть 15,5 см. По ширине Asus Zenfone это 77 мм против iPhone, вот так вот, чтобы видно, iPhone 58 мм ширина и толщина устройства 10,5 дюйма, ой, извиняюсь, дюйма, говорю, миллиметра у Asus против 7,6 мм у iPhone 5s. Вот видите, ну, конечно же, по разнице они по толщине отличаются заметно. Разблокируем устройство. Так, это режим одной рукой, так вот, нужно выключить его управление. Разблокируем также iPhone, перейдем в настройки. Давайте сначала посмотрим на версию iOS у iPhone, об этом устройстве. Версия iOS 9.3.2, версия Android, у вас вот такой большой экран, вот, надо, чтобы помещался в кадр. Буду вот как-то так держать. Версия Android, тут используется 5.0.2. Ну, думаю, что будет в скором времени обновление. Пока их нет. Ну, и фирменная прошивка от Asus, вот так вот она выглядит. Ну вот, быстрый запуск программ. В общем, вот такие вот дела. Теперь давайте откроем браузер, начнем сравнение их скорости работы. Увеличим яркость у iPhone. Также нужно посмотреть, какая яркость максимальная. У Asus и у iPhone, ну, по-моему, тут так поярче, да, в экрану iPhone. Оба экрана IPS, кстати, вот об этом давайте сейчас и поговорим. У Asus это HD дисплей 5.5 дюймов, это HD, плотность пикселей 267 ppi. У iPhone Retina дисплей, то есть 640 на 1136 точек, плотность пикселей 326 ppi. Вот, матрицы IPS, ну, в общем, углы обзора хорошие, но вот по яркости у iPhone экран получше. Теперь откроем браузеры, как я говорил. Будем смотреть у родных браузеров Safari. И вот здесь какой-то просто браузер. И перейдем на сайт asus.com. Открылся сайт Asus, ну... О, здесь что-то долго думает. Давайте, наверное, перезапустим. Еще раз. Да, что-то все равно долго думает. О, Asus странно. Вот iPhone уже все прогрузило. Кстати, сразу идет презентация от этого же смартфона. Zenfone Max, как мы попали. Да, что-то долго. Может, просто такой браузер. Давайте попробуем в Chrome. Только что-то его не вижу. А, вот здесь Chrome. Устройство подключено к одной сети Wi-Fi. Ну, вот видите, что кто-то не хочет насос работать в интернете. Видите, даже в Chrome. Странно. Не работает. Не работает. Ну, давайте я сейчас разберусь, перезапущу устройство и продолжим. Что ж, перезапустил устройство и все, теперь работает. Просто не знаю, что-то произошло. Наверное, какой-то небольшой сбой. Ну, в общем, теперь все работает хорошо. Вот. Зашли мы на сайт Asus. И теперь давайте попробуем по скорости. Asus загрузил быстрее, причем так значительно, как можете видеть. Хотя, вот полностью страничку. Вот, наверное, даже iPhone загрузил быстрее. Но вернем назад. iPhone возвращает назад моментально. Давайте еще вот сюда. Zenbook. Асус загружает быстрее. Нет, iPhone загрузил немножко быстрее. Просто вот первая анимация начинает появляться на Asus быстрее, но сама страничка подгружается уже, вот конечная страничка подгружается быстрее на iPhone. Еще раз. Тут примерно одинаково. Вот еще сюда попробуем. Asus загрузил быстрее. Ну, в общем, где-то загружает быстрее iPhone, где-то Asus, поэтому... Ну, давайте еще на Apple попробуем. Вот Apple.com одновременно. Айфон загружает быстрее. Айфон загружает быстрее. И вот теперь сюда. Айфон загружает быстрее. Айфон загрузил быстрее. Ну, в общем, наверное, где-то немножко быстрее работает iPhone, но незначительно. По качеству. Вот, зуминг отлично на обеих устройствах. Ну, он немножко плавнее на iPhone. Вот сейчас заметил, да. Плавнее будет на iPhone. По скроллингу отлично на обеих устройствах. На Asus немножко так вот даже подлагивает страничку. У айфона такого нет. Чуть лучше работает в интернете iPhone и чуть быстрее. Закроем браузеры. И теперь перейдем к синтетическим тестам. Откроем Geekbench 3. Geekbench 3. Что-то... А, вот он. Не заметил. И поговорим о железе этих устройств. Запустим тесты. Начнем с Asus. Здесь используется 4-ядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 410. Работает на частоте 1,2 ГГц. Оперативная память у него 2 ГБ, встроенная 16, из которых доступно 10,5 ГБ. И видеоускоритель Adreno 306. iPhone 5s это процессор Apple A7, работающий на частоте 1,3 ГГц. Это также 64-битный процессор. Оперативная память у него 1 ГБ, встроенная 16, из которых доступно 11,5 ГБ. Чуть больше, чем у Asus. Ну и камера. Камера 13 Мп у Asus против 8-ми у iPhone. И батарейки 5000 мАч у Asus против 1440. Остаток чуть больше, где-то 1500, где-то так у iPhone. iPhone уже закончил тест. 1399 баллов в Anelion тесте, 2527 баллов в мульти-ядерном тесте. Ну думаю, остаток теста на Asus я пропущу, и вы увидите уже сам результат. Закончился Geekbench 3, 397 баллов в Anelion тесте, 1126. Реально огромнейшая разница. В общем, не знаю, возможно, какие-то проблемы у Geekbench 3. Но вот AnTuTu Benchmark определяет этот процессор как 64-битный. Но по результатам, конечно же, не скажешь, что здесь 64-битная архитектура. Ну в общем, ну это не показатель, в принципе, да. И теперь давайте посмотрим, как устройство будет работать в тяжелой игрушке в GTA San Andreas. Тут, конечно же, в принципе, и все. И мощность устройства играет роль, и оптимизация, конечно же, самой программы. Самой игры под определенные устройства. Ну давайте вот начнем с мотор, с Asus Zenfone. Опции. Сделаем настройки по дефолту. То есть такие, как идут по умолчанию, рекомендованные игрой. И запустим игру. Пока запускается здесь игра на iPhone, мы также запустим игру. Новая игра. Тут настройки графики мы настроить не можем. Но можем сделать... Да, мы тут не можем просто, они тут ненастраемые. Что-то Asus думает достаточно долго. На iPhone вот уже запустилось. Наверное, стоит перезапустить игрушку. Вот сюда. Давайте пока она здесь будет перезапускаться. Посмотрим, как работает на iPhone. То, что по графике это высокий уровень. Возможно, не самый максимальный, но высокий по плавности отлично. В принципе, я и играл, проходил миссии. И, конечно, не очень удобно на маленьком экране играть. Но... В принципе, более-менее получалось. Ну вот здесь все очень плавно на iPhone 5s. В общем, с этим никаких проблем нет. Теперь смотрим на Asus. На iPhone вообще никаких проблем. Странно, что-то опять зависает на этом моменте. А нет, вот пошла загрузка дальше. Все нормально. Сейчас посмотрим на игру. Это те настройки, которые идут по умолчанию. Рекомендованные игрой. Ну вот, в общем, по графике, конечно, плохо. Даже из-за яркости устройства, низкой яркости, максимальной яркости дисплея. Как-то плохо видно. Но вот, в общем, видите, что игра ужасно лагает. И играть невозможно на таком уровне графики. Поэтому нужно выставлять уровень графики на самый минимальный уровень. И только тогда мы можем поиграть в эту игру. В принципе, ситуация с играми тут не очень. Потому что многие игры здесь работают плохо. Тот же Real Racing я показывал в обзоре. Он на этом устройстве работает так себе. То есть на минимальных настройках графики. Но при этом с неплохой плавностью. Ну, в общем, видите, что GTA San Andreas, конечно, плохо работает. По сравнению с iPhone, конечно, проигрывает. Но такая ситуация будет во многих, практически во всех играх, что в iPhone будет получше. То есть iPhone более игровое устройство, чем Asus Zenfone Max. Теперь тест камеры. Посмотрим, как фотографируют основные камеры этих устройств. 13 мегапикселей у Asus и 8 мегапикселей в iPhone. И сравним качество этих снимков. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Пока.